Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе, о двух главах, главе Матот и главе Масай, главы, которые заканчивают книгу Бамидбар. И потихоньку, потихоньку мы начинаем подводить итоги, что более популярно мы будем делать в следующей уже книге. Но в последней главе, главе Масай, так она называется, переезда, мы подводим географический итог. И перечисляется скрупулезно 42 переезда со всеми географическими названиями, где и откуда, куда мы ходили. Почему это так важно? Говорит Ребе Слоним в своей книге «Нитивот Шалом» о том, что все эти переезды, это число само по себе 42, категорически важно для того поколения и важно точно так же для будущих поколений, для нас с вами. В этом числе очень много мистики до такой степени, что такая книга, как Китсур Шулхан Арух, которая была написана во второй половине 19 века в Венгрии, рафганцев, которая в принципе краткий свод законов, делает рафганцев для себя странное, мистическое отступление, и говорит, что нельзя останавливаться, когда читают все эти 42 переезда, потому что все эти 42 переезда являются частью 42-буквенного имени Всевышнего. Но на самом деле действительно можно понять, что все эти переезды, все это перечисление, оно имеет непосредственно отношение к тому, как мы определяем еврейский образ жизни. Ведь даже сама карта, если вы посмотрите переезд из Египта в землю Израиля, она очень странная и 100% не по прямой. Отсюда и пошла легенда о блуждающем евреи или сравнении о Муше с Иваном Сусанином. Нет, это все ошибка, ничего подобного не было. Как говорится, все ходы были записаны, и мы шли по четко выверенному маршруту, и нигде мы не заблуждались. Просто нам нужно было пройти все эти остановки. Именно об этом и говорит святой Большентов о том, что Всевышний уготовил для каждого человека свой маршрут. И все эти 42 переезда являются неотъемлемой частью того жизненного пути, который мы должны пройти. Именно поэтому выход из Египта, который и перечисляется в этих 42 переездов, лежит в основе всех наших молитв, ритуалов, заповедей, потому что мы постоянно должны находиться в этом движении. Только так мы движемся в еврейской жизни, только так мы познаем мудрость. Может быть, поэтому учеников Аристотеля и называли перипатейки, что означает на древнегреческом «гуляющие». Только в постоянном движении, от одного этапа к другому этапу. И именно даже в самом движении и переезде мы постигаем Тору, постигаем заповедь, постигаем, что значит быть евреем. И есть бесконечное количество мистических объяснений каждому переезду, каждой остановке. Но это не для нашего с вами формата. Но хочу повратить ваше внимание на один важнейший переезд. Переезд, который упоминается просто технически. Из Синая к Кеврота Таова. Ну, что такое Синай, я думаю, вы сможете найти на карте, хотя никто не знает, где находится эта гора Синай. Но Кеврота Таова означает «могилы страсти». Почему такое странное название? Да потому что, дамы и господа, предыдущая поездка, Синай, это там, где мы слышали, «Я ваш бог, который вывелся из Египта, не будет у вас других богов, будьте богов, будьте святы, так как свят я, построите мне храм, и я буду находиться в вас». На следующей остановке мы уже захотели сойти. Почему? Соскучились за колбасой с чесноком. Но самое важное, что дорога продолжается. И какие падения бы мы не переживали, всегда и следующая остановка, следующий переезд. И главное, не отчаиваться, там гляди и свет в конце туннеля, свет святой земли в ближайшее время, в наши дни. Успехов, до встречи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok